Кто я? Пусть отрабатывают 50 копеек Если вы смотрите это видео, значит у меня получилось таки снять для вас что-то интересное И я захотела выпустить этот ролик Зачем я снимаю это видео, спросите вы Я сама не знаю, если это Сейчас мы находимся в моем личном шоуруме Одна из моих практически каждодневных задач Это публикация сториз в рабочем аккаунте Инстаграм Ну и так как у меня нет штатива для Кэнона Для камеры Я использую подставки в виде вот таких вот коробок, в которых я что-то храню Чем богаты, тем рады Да блин, как это выкинуть Это даже не доставать Супер, Юля, ты просто кайф В тот момент, когда убираешь елку только сейчас В общем, есть чем заняться Помимо того, что я дизайнер одежды, так же я еще ее и отшиваю самостоятельно Так что, да, дел у меня очень много И я стараюсь не выиграть Поэтому, возможно, кому-то будет интересно посмотреть этот ролик Почасто запрашиваем И этот туториал Почасто запрашиваем фишкам Воим Запрашиваемым Мы И этот туториал Почасто запрашиваем фишкам И переходом В видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я сделала все И даже больше Теперь пойду спать Десять вечера Пятница Я пришла в шоурум Я сегодня пыталась дошить новинки на ближайшие два месяца В итоге у меня получилось пошить полторы вещи То есть еще чуть-чуть осталось И вот, как бы, собственно, у меня все настолько ужасно в шоуруме выглядит После предыдущей съемки Начну в начале с уборки А потом уже займусь отпариванием вещей Совсем забыла про то, что еще шила вот эту вот классную штуку Ну, конечно же, тут прическа, нужно макияж Ну, я думаю, если без лица, и так неплохо смотрится Ну, в общем, я скоро собираюсь домой идти уже Ясно Так а что мы ужин-то будем? Кто я? В прошлом я айтишница Я закончила университет, факультет математики и информатики И после 4 года проработала в IT-компании Тестировщиком и бизнес-аналитиком Совмещая эту работу с моим хобби, тогда еще растущим И открыла свой первый шоурум Прямо напротив своего айтишного офиса Ну, точнее, офиса, в котором я работала И потом я поняла, что очень сложно совмещать Когда мое хобби вышло на, скажем так, новый уровень Очень сложно совмещать два вот этих дела И приняла для себя такое решение Уйти и зайти, заниматься только своим делом Блин, она трясется Провожатая Сидеть Сидеть Дай лапу Молодец Нет Можно было А мне не нравится Я не хочу такой сыр, он невкусный Или российский, или королева Марго Какой нашли Готовится, становиться кассиром Как тебе поход в магазин? Такое невыгодно ходить Хорошо, что ты не голодная Но я думала, ты скажешь, что Мы пришли к мнению, что надо идти на вторую работу Потому что цены резко поднялись Да, это тоже Моя последняя на сегодня еда Весь день пишу сценарий Смотрю второй сезон Супермодели по-украински Сначала залы Целый день просидела дома Мышь ведет Боулинг Пол одиннадцатого Интересно, вам откажет или Примут На арену выходят силачи Ну неплохо открыли А попросил Юлю сделай страйк И она сделала страйк Юль, сделай еще раз страйк Давай котик Обалдеть! Как хорошо играла 99, 78 А в прошлый раз вообще ни одной не сбила Так, раз нервничалась Как твои руки? Хоть идешь вправо Ну да У меня три пальца просто жуть как болят Ну мне понравилось, потому что я сегодня экспериментировал Стабильность Мне понравилось, потому что я сегодня выиграла Ну что, настал новый день Сегодня вообще он прекрасный Потому что наконец-то в эту зиму У нас впервые выглянуло солнышко Настроение просто супер офигенное Я наконец-то досмотрела второй сезон Супермодель по-украински И наконец-то дописала сценарий К краткому обзору К видео для Ютуб Для продолжения, скажем так, рубрики Которую я сама себе на свою голову придумала Очень-очень скучный сезон был Поэтому я еле его досмотрела Просто потому что начала, нужно закончить Вот этим я руководствовалась Хочу запечатлеть, пока они еще цветут Пусть за окном зима Хотя сегодня все растаяло У меня здесь растут нарциссы Растут, цветут и пахнут И снова здравствуйте Я наконец-то дошла до шоурума Сейчас записала несколько сторис Опубликовала их С учетом того, что последний раз Сторис я выходила В рабочие сторис выходила, наверное, в четверг Сегодня вторник В общем, Ютуб забирает большое количество времени На самом деле Я немножечко не на это рассчитывала Ну и получается, что я трачу много энергии Сил на поиски каких-то интересных Необычных тем для съемок Потом пишу сценарий Это я чуть что шоурум проветриваю Потому что я здесь неделю не была В общем, пишу сценарий Потом трачу много времени на съемку На монтаж Немножечко обидненько, что Мои шедевры Видит, в принципе, просто видит Малое количество людей Ну ладно Я сегодня здесь Я молодец Подготовила два сценария Для двух видео Буду пытаться снять Успеть снять два ролика Уже, наверное, 7 часов вечера И сейчас мне еще нужно будет Написать одной женщине Она хотела Недели две назад Или даже три уже Попасть ко мне в шоурум Навстречу со своей дочкой Чтобы я помогла им с выпускным платьем Она вроде бы школу заканчивает Эта девочка И хотели взять меня В качестве дизайнера И швеи, наверное Всего вместе Для ее выпускного платья Так что нужно будет Сейчас найти в директе Переписку с этой женщиной Написать ей Напомнить о себе И предложить Встретиться на этой неделе Короче, чтобы вы понимали Я дико боюсь пауков Просто дико У меня сейчас все Просто в огромнейших мурашках В общем, я пришла в шоурум И вижу над дверями Вот такого вот паука Но он был такой Как будто засохший И, ну, как бы было душно В шоуруме Я подумала Блин, ну может он сдох Ну, типа, засох Потому что душно Вот сейчас поставила на проветривание Потом думаю Перед уходом уберу его, да Сейчас подхожу Он двигается Он расправил свои лапки Я просто представляю Что он такой вот еще Ух ты, черный И там еще, скорее всего, белый крест Плюсь даже представить Что вот В швабре он застрянет И я его оттуда не достану Или что он просто упадет И побежит В общем, я убрала паутину сверху Паук упал Я его слегка оглушила Этой вот Мочалкой У меня даже слов нет Я просто до сих пор В шоке нахожусь И открыла дверь И убрала его туда В коридор Пусть он бегает Где угодно Только не у меня Всем привет С вами Юлия Я дизайнер бренда Джулия Я уже просто боюсь пауков Вот так ее не взяли К сожалению, не могу показать В чем Я задолбалась Здесь нет меня Ты не узнаешь Как мог быть счастлив я Как сложно дается сегодня съемка Просто капец какой-то Я на грани небольшого такого Срыва-взрыва Эмоционального Муж меня поддерживает Говорит, чтобы я ставила все на паузу И уходила В общем, я снимаю обзор на топ-модель На 15 серий в сезоне И я сняла только первые полторы серии Я просто не могу Никаких эмоций Никакого желания вообще нет Я просто тараторю Как только ставлю паузу У меня улыбка съезжает Тут уже по подаче видно, что я даже размешивать не хочу Город засыпает Просыпается мафия Уже 8 вечера Следующего дня Я сегодня целый день потратила снова на сценарии Супермодель по-украински мне дается очень сложно Вообще просто Либо это сезон такой неинтересный Он меня из этого вывел на сценарном этапе Либо это вообще не мое Короче, уровень моего негодования велик капец У меня разрядилась батарейка на камере Я поставила на зарядку Решила в этот момент сбросить все записи с флешки на жесткий диск через ноут Ну и заодно посмотреть, что я там наснимала Вчера и сегодня И в итоге, короче, смотрю И там весь материал в расфокусе То есть я настолько не хочу снимать этот ролик Что у меня даже техника против Причем мне осталось отснять бы всего 5 серий из 15 Да-да, я снова в шоуруме Сегодня пришла гораздо раньше, чем обычно Сегодня было еще достаточно светло Я подумала, что целый месяц не занималась вообще одеждой То есть я не то, что одеждой не занималась, а ее продажей Да, я шила много новинок Но больше сделала акцент в январе на YouTube Но я надеюсь, что справилась И хотя бы пару кадров с новинками у меня получилось таки сегодня сделать По свету видео видно, что уже начинает смеркаться Я свернула лавочку с фотосессии новинок В принципе, я хотела не все отфотографировать А хотя бы пару изделий Надеюсь, у меня будут реально рабочие кадры Которые я смогу уже в свою раскладку вставить Еще у меня сегодня возникло ярое желание Написать своему другу фотографу И договориться о какой-нибудь фотосессии Я могу кого угодно пофотографировать И, наверное, с класса какого-то С класса седьмого А это на минуточку 2007 год Когда были еще такие мыльницы Фотоаппараты Или появлялись только телефоны с хорошей камерой Я всех своих подружек фотографировала И все меня постоянно просили их пофотографировать То есть у меня даже опыта и насмотренности Очень-очень много лет Но себя на штативе, на таймер Это ужасно сложно Это выматывает И я трачу в сто раз больше времени Я думаю, это и так очевидно, понятно Я не знаю, как правильно Мы приобрели для этих палочек вот такую подставку Но я не знаю, во-первых, как сюда ставить эти палочки Это во-первых Во-вторых, она постоянно сыпется И мне всегда приходится подкладывать сюда влажную салфетку Чтобы не было ни пожара, ни ничего не прожглось В общем, кто знает, как правильно Сообщите мне, пожалуйста Это типа благовония с запахом океана На самом деле Никакого океана здесь по запаху нет Но это самое приличное благовоние Которое вообще существует, наверное, в мире Потому что это не запах розы Настраиваюсь на новую съемку На уже привычную мне съемку Буду снимать еще один ролик Но монтировать буду только аж на следующей неделе То есть это такая заготовочка Решила я все-таки сходить сегодня в кофейню Которая у меня на первом этаже Я на третьем Тут единственная кофейня в здании И я решила все-таки выпить кофе перед съемкой И буквально недавно покупала здесь кофе Ну где-то недели две назад И стоимость поднялась Ну не на много Но поднялась Скажем так стоила 4 рубля Потом стало 4,50 И сейчас я купила кофе за 5 рублей Я в шоуке То есть типа кофе не поменялся В общем какие-то подходы О, крышечка плохо надета Я всегда, кстати, прошу, чтобы мне Надевали крышечку сами Потому что я не умею это делать Постоянно разливаю Но здесь я не знаю Вот что с этой крышечкой Я, конечно, понимаю, что те, кто смотрится это видео Если оно вообще выйдет Думают, что боже мой Что за фигню она несет В плане, ну, цены везде поднимаются Ла-ла-ла До 5 рублей там типа это фигня Когда ты пользуешься услугой часто И цена поднимается хотя бы на немного В глобальном смысле Ты начинаешь тратить на эту услугу Гораздо больше денег У меня сегодня будет образ Где я буду в топе Который с рукавами Которые переходят в перчатки К этому топу мне нужно было бы, конечно, сделать Хвостик, гульку Но, к сожалению, у меня почему-то Ни одной резинки здесь нету Я не знаю, что я буду сейчас делать Хочу сказать, что я справилась Очень даже легко Как бы, если честно Я в шоке А, и еще, кстати, у меня все-таки гулька Видно, да? Это я сходила в кафе И попросила резинку для волос Ну, а что, я зря платила Что-то мне 5 рублей за кофе Пусть отрабатывают 50 копеек Упала у меня сейчас Моя палочка-выручалочка цветная И эта пластиковая штука отошла Ой, пытаюсь, короче, ее Впукнуть Сидеть? Сидеть Она сегодня вот с этой вот мелкой Иди ко мне сюда, Луи Иди ко мне Иди ко мне на ручки Вот с этой вот мелочью Оп А она мешала мне Сегодня Очень сильно Но получились хорошие кадры На самом деле Есть очень хорошие кадры Я ими очень довольна Не знаю Вот написано 30 секунд На флешке осталось Наверное, уже пора монтировать Влог Так что, наверное, на этом я заканчиваю свой влог За неделю За полторы недели Была рада поделиться с вами кусочком своей жизни Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok